Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. И это уже второй выпуск Кареты за канал третьего сезона. Сегодня у нас месяц август. Сегодня у нас целых шесть матчей. И сегодня целых два финала. В финал у нас Суперкубка Англии, который мы в прошлом году выиграли против Манчестер Сити со счетом 4-2, если я ничего не ошибаюсь. И Суперкубок Уэфа. Против Барселоны. В Перу встречаемся против такой именитой команды. Ну, конечно, Милан. Тоже серьезная была команда в Лиге Европы, с которой мы встречались. Ну, Челси в финале Лиги Европы. Ну, как бы такое себе, потому что не люблю я, когда из одних стран встречаются в Еврокубках. Итак, также на сегодня Тоттенхэм. Еще один матч будет, но уже в чемпионате. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Ну что же, у нас очень много денег. У меня очень маленький рейтинг. Я не понимаю, от чего это. Вот. Поэтому давайте будем пробовать тогда под... Я хотел действительно в прошлом ролике, в конце, кто не досматривает ролики до конца, тому сразу минус, так можно сказать, подписать новых игроков. Целых двоих я уже присмотрел. Ну и, так сказать, выношу вам на суд мое решение. Я хочу подписать Исмаила Сара. Все-таки подписать. Потому что мы возьмем его направо, а налево у нас пойдет Деулафеу в первом составе. И тогда мы Михаила Масаковского отдадим в аренду. Вот. Это первое приобретение, которое я хочу. И второе это у нас Георгий Джике. Потому что, ну, там что-то до 84-х качается, до 85-ти где-то так примерно. Ну, тем более русский футболист. Мог, конечно, я Вальеха подписать. Он на три года моложе, чем Джике. Но, я думаю, сильно много у нас будет тогда уже легионеров. Вот, чисто два. Мне кажется, вот это нормально. Вот. Ну что же, давайте начнем, наверное, с Сара. Все-таки сажемся и купим. Тем более, они играют в чемпионшипе. Итак, начнем. Начальное предложение. Денег у нас уровень клюют. Поэтому начнем давайте с 30-ти. Сейчас они до 50-ти, наверное, где-нибудь поднимут. Нет, кстати, не так высоко. Ну, ладно. 32,5 миллиона. Сейчас попробуем договориться. Нет, они прямо что-то... 33,800. Так, все, мы договорились. Теперь переговоры. Ну что же, важный игрок. Да, действительно, будет у нас важным. На сколько? Ну, давайте на 4 года попробуем. Вот, без отступных. Ну и замечательно. Они сами еще и зарплату. Они понизили, кстати. Вот, из Мейла Сар будет второй сезон, получается, вот, играть в АПЛ. Все, мы подписали его. Ну и теперь Георгий Джеке. Все-таки я... Ну да, решаюсь его взять. Он по рейтингу 81, а у Валеха, или как его там вообще зовут? Да, Валеха 79. Ну, на 3 года разница. И на 2 единички рейтинга тоже разница. Поэтому я не вижу сильно. Вот. Поэтому все равно это российский футболист. Так, у нас очень много. Уже 2 целых легионера. Это Дела Фео и сейчас еще Сар. Вот. Так, первым делом давайте определимся от тип трансера. Ну, давайте. Так. Думаю, 25 миллионов Спартуку будет достаточно. Да. Прямо сразу же нам его отдают. Итак, теперь переходим уже к личному контракту с Джекей. Важный игрок. Да, действительно. С этим мы соглашаемся. Так. Ну, давайте тоже на 4 года попробуем. Соглашаются. Отлично. Принимаем. Так. Ну, кстати, зарплату они повыше себе, естественно, требуют все-таки клубы из АПЛ. Заинтересованы в Джеке. Тем более еще и на Лигу Чемпионов мы его берем. Вот. Сколько у нас осталось денег? Сейчас мы узнаем. 24. Ну, вот как раз нам надо было там 20 миллионов, чтобы у нас оставалось. Пойдет. Так. Теперь мы переходим. Давайте в первый состав. Здесь решим. Здесь у нас будет Делла Фео. Все правильно. Либо... Да, нет. Все-таки сейчас... Как и мы все-таки решили. Сюда я все-таки ставлю Сара. В первый состав. Вот. Отсюда я убираю Шмелькова. В 81 Джеке будет в паре с Вовой играть. Вот так вот. И теперь переходим в этот состав. Мы ставим сюда как раз вот Делла Фео во второй. Пусть такое вот усиление более-менее будет. И давайте будем сравнивать, наверное, все-таки Шмельков. Но Шмельков получше Полины. Вот. Сейчас сравним. Ну, все. Полину, да. 100% мы... Так. Продолжить редактирование. Тогда мы Шмелькова ставим. Все. Полину мы тогда и Михаила Масаковского отдаем в аренду на сезон. Полине не привыкать. Она была уже в аренде один сезон. Сейчас у нас во втором. Поэтому, так, в аренду и также Михаил Масаковский. Вот он. Добавим в аренду. Все. Теперь мы ждем и посещаем пресс-конференцию, посвященную матчу Суперкубка Англии против Тоттенхэма. Так. Мы сделаем все ради победы. Ротация очень важна, скажем. Нам не надоело побеждать. Вот таким составом. Вот он на ваших экранах. Будем мы играть сегодняшний матч. Да, убрал Делла Фео, но я его зато поставил во второй. Вот, чтобы там хоть как-то у нас усиление было тоже. Поэтому, Джеки, здесь вот в новейшей сделке только появился и все. Так, поехали. Матч у нас Суперкубка Англии. Наш второй заход, так сказать. Ну, а Тоттенхэм мы обыгрывали в Кубке Англии в финале. Как раз благодаря этому мы и попали в Майдзе за Суперкубок. Вот, кстати, сразу уже и Смейла Сара нам показывают. Дождь на стадионе Уэмбли. Поехали. Итак, разминаются здесь наши игроки, стоят, общаются. Ну, теперь у нас полная камбашка, кстати, сейчас показывает нам игроков сборной России. Зобнин, Миранчук, Головин и Джеки. Ну, вот здесь Эриксон, Кейн, Сон и на Домбеле, походу. Ну, что же, замечательный стадион Уэмбли. Мы в Лондоне. И мы готовы сегодня побеждать. Два новых игрока у нас сразу же в стартовом составе. Георгий Джеки и Исмаил Асар. Престон Тоттенхэм, Суперкубок Англии. Поехали. И сразу же голевая передача на пятой минуте от Исмаил Асар. Козлов забивает гол. Отлично. 1-0. Мы выходим вперед. Вот. Заметьте, мы потеряли мяч. Миранчук его замечательно перехватил. Сразу же отдал на Асара. И тот очень хорошо здесь и пробил. Кстати, Пикфорд играет в Тоттенхэме теперь. Что-то Льюриса продали, наверное. Вот. Но Андрей Козлов забивает. Первый гол в Суперкубке Англии. Отлично. Вот. Вот. Почему такая вот прям ошибка идет? Сейчас Довгня. Где мои сейчас были игроки обороны? Почему они так далеко всегда уходят? Я вот этого не могу понять. Почему мне всегда именно бунусами надо играть от своих ворот? И все, друзья. Ничья в основное время. Не знаю, что сейчас будет. Серия пенати, либо допы. Сразу серия пенальти. Ну, отлично. Я первый бью. Отлично развели. Теперь главное отбивать. Мы же выиграли в прецедентном турнире серию пенальти. Развел. Развел Кейн тоже. Так, Буренков, кстати, что-то бьет. Давайте попробуем. Отлично. 2-1. Так, Телис. Ну, снова разводят. Вы посмотрите, как они играют. Козлов. Ой-ой-ой-ой. Как сейчас опасно-то было. А, Пикфорд-а угадал. Немножко только не дотянулся. Да они заколебали в один тот же угол мне сейчас бить. Так, Рамакер. В штангу он попадает. Ну, это все. Это, скорее всего, роковая сейчас будет ошибка. Ой, Сон тоже промахивается. Отлично. Так, Миранчук. Миранчук. Отлично. Сейчас главное отбить. Нам очень повезло, что Сон тоже промахнулся. Эриксон. Дов не отбивает сидеть. Он даже вот в ворота забежал. Отлично. Он вылезти теперь оттуда не может. Супер. Два незабитых пенальти у Тоттенхэма. И Довня просто стал героем, отбив последний пенальти. Пикфорд же тоже отбил. А нет. Пикфорд не отбивал. Мы попали в штангу вроде. Вот. А Сон вообще промазал. Так что нам это просто повезло. Отлично. Наш второй в истории суперкубок Англии. Вова сейчас его будет поднимать. Ну что же, Вова уже поднимает второй трофей за второй выпуск. Все. Суперкубок Англии наш. Второй сезон подряд. Мы выигрываем. Отличная игра просто. Вот из-за вот этой ошибки Довгни он оправдал, доведя до пенальти. Из-за вот этой вот ошибки, что он, ну зато он отлично отыграл в серии пенальти. Так что показал, что отработал тот косяк. Все отлично. Напряженно было так. Горзусь моей командой. Так, Головин вернулся именно так. Он здорово начал, скажем. Вся ответственность на мне, скажем. Но Туршечкин тоже рад. Он тоже как бы завоевал, не играя в сегодняшнем матче. Так. Кривохарченко в Челси хотят купить. Что-то все ниже и ниже, но клубы зато лучше предлагают. Но нет. Я не хочу продавать Кривохарченко. Так, да, Полина уходит. Так, и Масаковский тоже отлично. Они оба согласны. Так, ну что ж, давайте проведем теперь тренировку. Кривохарченко становится теперь 81-го рейтинга. Отлично. Так, что у нас по трансферам? Ну здесь Ленгле, Лучель, Сосибальос. Ну а мы все ждем. Мы вроде никого сейчас не продаем, только в аренду нам осталось сдать игроков. Лобанова сдана в аренду. Куда мы ее там вообще сдали? А в Сельту? Да, ну это неплохой клуб, мне кажется. Ну вот. Ну в этом сезоне в реальной жизни они за выживание боролись. Вот. Швейцария там еще нам предлагает себя тренером из сборной. Я отклоню, пожалуй. Очень хорошая сборная, но нет. Так, Кривохарченко хотят в Шальке уже подписать. Кстати, у тебя рекордная вроде сумма трансфер 24 миллиона 900 тысяч. Козлова хотят купить Вестхэм за 42,8 миллиона. Ну нет. Так, разговор с игроками. Надеюсь, вы поставите меня. Так, мне нравится твое рвение, скажем. Я подумаю. Ну действительно, сейчас я буду, наверное, все-таки второй состав Сон Гэптона выпускать. Так, да, у нас тем более сейчас будет матч против Барселоны. Так что второй состав, Делла Фео. Вот эти вот мои ребята. Поехали на пресс-конференцию. Команда достаточно боевитая. Главное стабильность. Вот это сейчас начнем говорить. На климатизацию нужно время. Скажем, он не выйдет в сегодняшний матч. Итак, и ему тоже. Так, вот вторым составом мы играем против Сон Гэптона дома. Тем более у нас первый матч. Облачный стадион. Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион. Принимаем первый тур премьер-лиги. Мы играем против Сон Гэптона. Интересная игра сегодня у нас будет. Сегодня у нас Делла Фео. В старте. Вот. Посмотрим, как он отыграет. Ну, показывает его, что он, да, действительно, он сейчас главный лидер. Поехали. Престон Сон Гэптон. И забивает все-таки. Вот на вот этой вот тупой ошибке какой-то, которая продолжилась, нам забивают. Скворцов на Мельникова. И Мельников делает счет 1-1. Отлично. Классный гол. Сравниваем счет. Есть еще время даже выйти вперед. Можно и замены какие-нибудь поделать. И мы забиваем на 91-й минуте. 2-1. Скворцов. Открыл. Ну, точнее, все. Уже язык заплетается. Победа. 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 Я в этом уверен. Победный гол сейчас забивает, скорее всего, Скворцов. Отлично. Здесь Козлов сам поборолся. Вяттона дает, по ходу, голевую передачу. Здесь он очень хорошо развернул. И отлично. А ведь мы проигрывали, по ходу матча. Первый гол Скворцова в премьер-лиге. Минимальная победа Пресса над Саунгемптоном. Дома еле-еле вырвали мы эти 3 очка. Могли бы и проигрывать, конечно. Но замена, мне кажется, все-таки что-то да и решила. Скворцов лучший игрок матча. 9-1 у него оценка. Так, почему Джеке? Ему уже на время освоится. Так, сейчас про Сара будут спрашивать, да. Реалистичные ожидания, мы скажем. Все. Ну, Скворцов там 2 мяча вроде забил в предсезонном турнире. 72 у нас рейтинг теперь. Масаковский в Лейпциг. Без проблем. Мы сразу же принимаем на сезон. Тоже хорошая команда прям предложила. Так, продолжаем тренировку. Вяткин неплохо здесь владение и дриблин прокачал. Так, что по трансферам? Ну, все те же пока что остаются. И опять рейтинг из-за чего-то упал. Вот вообще непонятно из-за чего. Так, посмотрим давайте мы развитие молодежи в академию заглянем. Что там, как у нас дела. Вот Малкин все качается. Итак, у нас матч за суперкубок UEFA против Барселоны. Будем, наверное, от обороны прям играть. Потому что нам примерно с таким уровнем и придется встречаться в Лиге Чемпионов. Надо посмотреть. Так, он покажет на что способен. Сар будет играть, так же будет Жики играть. Хорев готовится на выход. Почему это так сразу? Делафео, ПФАшник, они говорят на выход. Странно, ладно. Вот таким составом мы будем играть сегодня. От обороны прям будем действовать. Ну что же, Барселона против Престон. Стадион Европы. Поехали. Итак, разминаются игроки Барселоны. Месси, Милинкович, Савич, Умтити. Еще один игрок на Кулебали. Прям сейчас похож. Скорее всего, раз они Ленгле продали. Ну вот они наши. Головин, Зобнин, Миранчук, Джики. А все теперь 4 игрока сборной России у нас. Главных прям таких расы их нам показывают. Замечательный стадион Европа. Суперкубок УФА. Барселона, Престон. Кто мог вообще подумать, что мы будем играть против такого соперника уже по ходу третьего сезона. Месси, Терштеген. Итак, Барселона, Престон. Поехали. Суарс, Де Йонг, Сарж Рейс. Молодняк, некоторые тоже выпадут. Да, Кулебали, я его сразу же узнал, говорю. И как сейчас Зобнин, а? Зобнин 1-0, пятая минута. Мы просто сейчас в контратаку в такую вышли. И Роман Зобнин забивает Барселоне на пятой минуте суперкубка УЕФА. Что творит, а? Просто невероятная игра команды. Вот здесь вот Кулебали еще прошел замечательно. И пушечкой засадил в дальний угол. Отлично. Первый гол суперкубки УЕФА у Зобнина. Теперь-то действительно будем играть от обороны. Мы ведем в счете. Мы также быстро вроде и Тоттенхэму забили. Удар из Савицы забивает. Это как вообще в концовке тайма вообще сейчас это прошло? В касании вот это все еще. Так, какие-то там, наверное, замены сейчас были, да? Да, Фабиан выходит вместо Рейса. Так что Барселона прям сейчас намеренно. Спокойно. До вгня. Нет. Ну нет. Ну как так вообще? Почему сейчас оборона даже не помогала? Мы выигрывали, а? По ходу матча. Отлично. Снова контратака. Сар. Сар 2-2. Восьмидесятая минута. Отлично. Супер гол. Хотя я тут номерничка мог отдавать. Ну ладно, и так получилось. Сар забивает супер гол за Престон. Отлично. Неплохо. Зобнин. И. Зобнин. Ой-ой-ой-ой-ой. Автогол сейчас. Это автогол. Умтити. Отлично. 3-2. Сидеть, Барселона. Сидеть. Идеально сейчас все как было. Я на Зобнина действительно отдавал, но здесь просто умтити. Классно отыграл в свои ворота. Баунс. Все супер. Все супер. Спасибо, Самуэль. Может быть, мы тебя как-нибудь и подпишем, раз ты еще и за нас голы уже забиваешь. Отлично. Ой, как сейчас опасно было, но все равно мы выигрываем Барселону в матче за суперкубок UEFA, друзья. 3-2. Замечательная наша победа. Всех поздравляю. Мишин поднимает уже третий трофей Престона за второй выпуск, друзья. Мы сегодня в выпуске два трофея выиграли. В предыдущем один. Это предземный турнир. И все отлично. Как мы отыграли просто. Спасибо большое Самуэлю Умтити за его автогол. Ну и классно мне сыграл и Зобнин, что забил первый в Барселоне. И Сар очень хорошо прям отыграл. Прям это хорошее приобретение было. И все. Суперкубок UEFA. Впервые у нас. Поздравляю вас, друзья. Теперь нам осталось, наверное, выиграть только Премьер Лигу и Лигу Чемпионов. И Кубок Карабао. И мы тогда все возможное выиграли бы уже. Замечательно. Не будем дальше смотреть. И так все понятно. Лучший игрок естественный Смейла. Сар 8,6 у него. Оценка. Итак, давайте дадим быстренько. Так, Джики. Он может больше. Он действительно очень хорошо Джики отыграл. Сар забил. Он может больше, скажем. Все такое. Так. Ничто не могло нам помешать победить. Все нереально круто у нас. А рейтинг все так же 67. Так, Масаковский ушел в Лейпциг. Отлично. На сезон. 4,5 миллионов нам добавили. У нас игра против Тоттенхэма. 9 команд выиграли. 9 проиграли. И того получается у нас там сколько их? 20. Поэтому 4. Ой. Я все правильно посчитал. 9 выиграли. 9 проиграли. Ну что, первый состав. Походу мы и будем сейчас играть против Тоттенхэма. Потому что я не представляю, как мы будем вторым играть. Это кто? Это Кубок Араба уже начинается. Вот. Так что против Тоттенхэма мы сыграем. Ну вот. Все замечательно здесь выходит. Первым против Тоттенхэма. Первым против Ливерпуля. Вторым против Кембриджа. И еще матч против Юнайтеда. Ну что же. Мы играем сегодня на выезде против Тоттенхэма. Второй уже матч с ними в этом сезоне, можно так сказать. Первый был в Суперкубке. Победили по пенальти только. Ну и Тоттенхэм Ходпурс. Идем облачно в стадионе. Поехали. Итак, друзья. Поспокойнее мы уже выдохнули. У нас три трофея из трех пока что возможных. Предсезонный турнир Суперкубок Англии, Суперкубок Уэфа. Замечательно все. Сейчас у нас второй тур Премьер Лиги. Мы еле-еле обыграли Сонгемптон вторым составом. И теперь играем первым против Тоттенхэма. Ну что же. Поехали. Неплохой прострел. Естественно гол. Тоттенхэм выходит вперед. 13 минута мы стали пропускать первыми в английской Премьер Лиги. От Сонгемптона пропустили. Теперь вот еще и от Тоттенхэма. Прям здесь не очень-то и нужно было сейчас пропускать. Вперед на... Ой, как Козлов-то сейчас и все. Хороший момент. Головин. И Сар. Сар забивает это 1-1. Очень сейчас аккуратно все было сделано. Супер. 1-1. Сравниваем еще перед самым перерывом. Так что на второй тайм мы выйдем заряженными. Ну очень сильно прям устают мои игроки. Я естественно сейчас буду менять, потому что у нас там дальше игра с Ливерпулем. Поэтому пару... Да даже полузащитников. Вот, например, Мельникова сейчас предлагали выпустить вместо Миранчука. Могу без проблем. И Делла Фео делает счет 2-1. Семьдесят девятая минута. Сработала моя замена. Левой ногой забивает Делла Фео. Супер гол. Очень классно прям получился. Нашли его. И он прям в самый уголок забивает Пикфорду. Отлично. Хорошо хотя бы не лирись на ворота. Уже радует. А дал же он причем на Зобнина. И вот здесь вот прям отличное открывание. И очень аккуратно. Жаред Делла Фео. Первый гол в премьер-лиге именно за Престон. А так бы мог бы остаться он в чемпионшипе и все. Покорял бы, как мы в первом сезоне. Так, вот это уже нарушение. И это красная карточка удаления. Кого? Зобнина? Вы серьезно? Зобнин удаление получает. Вот опасный момент. И Кейн забивает. Кейн забивает на 93-й минуте. В меньшинстве мы все-таки теряем очки. Но здесь просто вот это сейчас обидно было. И все. Ничья. Ничья против Тоттенхэма. Обидно, конечно, это. Но матч из Суперкубка нам вспоминается, что там тоже была ничья. Поэтому это просто сейчас вот сейчас. Вот действительно последний гол этот просто обидно было. Мы ввели в счете. Вот. Но здесь, наверное, все-таки сыграло, что Зобнина не было на поле. Так что это вот вообще обидно. Мы должны были действительно выигрывать. Вот это самое действительно обидное. Сейчас на последних минутах потерять очки. Так, Кривохарченко в Астонвиллу хотят его подписать за 24 900, как и Шальке. Так, Зобнин дисквалифицирован. Да, это мы поняли уже. Ну и сейчас Юнайтед. Посмотрим, как и другие команды еще сыграют. Так. У нас кого-то там мы отдали. Да, Масаковский, да, ушел. Так, ну здесь тогда давайте Скворцова качать. У него самый низкий рейтинг нападающего. Обновленный ежемесячный отчет скаута по защитникам. Да. Подписываем. Отказываем. Отказываем. Подписываем. И от. Нет, вот это надо было отказать. Так. Пойдут, пойдут. Вот, вот это надо было Твердовского. Так, пока что у нас все. Вот Новикол, кстати, можно было бы брать. Сейчас надо его докачать тогда на тренировке. И можно брать. Чтобы 60 рейтинг хотя бы был. Так. Мы продолжаем ждать до матча с Ливерпулем. Мишин, Владимир, Вову хотят купить в лондонский Арсенал. Я отклоню. Вот. Так, Артамонов в Горник Забрдзе. Хорватский клуб мы отдаем в аренду без проблем. Казанского хотят купить в Монако. Даже цену ниже, чем Аякс предложили. Ну, вот так вот. Все так же и Кривохарченко. 24 900 теперь и Вестхэм уже предлагает. Нет. Так, игра против Ливерпуля. Я буду снова играть первым составом. Так. Начнем. Да. И я справлюсь самостоятельно. Сохраним. На один матч. Зобнина. Поменяем. Ну, что, Артамонова мне, что ли, брать? Сюда вы издеваетесь. Остальные-то у меня все цапники причем. Давайте попробуем Артамонова поставить. Чего бы нет. Сохраняем. На один матч против Ливерпуля. Ну, с Ливерпулем у нас все намного лучше. Мы очень хорошо против них играем. Выигрывали их. Вот. Поэтому. Посмотрим. Ну, игроки отдохнули хотя бы. Поехали. Итак, разминается Тиаго. Мы видим его в составе Ливерпуля. Зачем-то нам его показывают. Значит, какая-то ключевая фигура. Он в Ливерпуле. Наших никого игроков не показывают. Престон, Ливерпуль. АПЛ. Поехали. Вот сразу же Артамонов. Что-то не пошло. Не поехало. И Артамонов отдает голевую передачу на Козлова. Кто-то еще мне сейчас будет говорить, зачем я его выпустил. Просто замечательно, а. Первые даже 5 минут еще Артамонова в АПЛ не прошли. Как он уже отдал голевую на Козлова. А как раз сейчас по Артамонову пришло предложение по аренде в Хорватию. Вроде. Вот. Отлично. Первый гол Козлова в АПЛ. Мы забиваем Ливерпуль. Быстрый гол. Отлично. Нет. Ну и забивает, естественно, вот эти всякие прострелы. И снова мы теряем очки сейчас в концовке. Вторая ничья, друзья, у нас подряд в премьер-лиге против Ливерпуля теперь. Просто теряем очки с лидерами такими. Хотя вели по ходу матча. Артамонов лучший игрок матча за свою голевую, естественно. Юнайта тоже там потерял, кстати, очки. Тоттенхэм 4-1 вынес Норвич. Что у нас с командой, я вообще не понимаю. Я жду действительно уже большего от нашей защиты. Так. Пришло предложение аренды по Полине. А ее, кстати, хотят в Барусю Дорку взять. Мы, естественно, соглашаемся. Все. Отдаем. Дисквалификация узубнена, окончена. Замечательно. Ну так вот еще сиротки не прокачали. Чтение в защите и подкат. Так, Ленгрел, Учельс и Сибалиус. Главное трансфере. Артамонов сдан в аренду. Ну, после такого матча он уж точно решил уйти. Голевую все-таки отдал в пример лиги против Ливерпуля. Снова предложение по Кривохарченко. Бешикташ уже. 24 900. Ну, сейчас будет играть именно Кривохарченко. В воротах против Кембриджа. Так, второй состав у меня наконец-то выходит. Вы видите его на своих экранах. Поехали. Домашняя еще и игра. Ясно на стадионе. Поехали. Ну что же. Наконец-то соперник, которого мы сейчас можем, надеюсь, обыграть. Это Кембридж из какой-то там английской лиги. Мы играем вторым составом. Престон Кембридж и Юнайтед. Поехали. И, блин, вот что вообще у нас с обороной, я понять не могу. Почему мы такое пропускаем? А потом Кривохарченко уйти хочет. Куда ты уйдешь, если ты от таких команд мячи пропускаешь? Мишин, отлично. 1-1. 19-ая минута. Очень сейчас классно прям получилось сыграть. Классный гол на самом деле получился. Защитник здесь дезориентирован был, потому что Мишин двигался по мячу, а соперник, скорее всего, по Матвею. Поэтому и неудобно ему было спиной отходить. Ну и отлично. Гол левой ногой забивает Матвей Мишин. 1-1. Скворцов на Мишина. И Мишин забивает дубль. Отлично. На 32-ой минуте мы выигрываем. Отлично. 2-1. Дубль Матвея. Мельников неплохо. И Мельников еще в ближний угол. Вот так вот. 3-1. В прошлом сезоне вроде так же у нас было, что мы проигрывали какой-то команде в первом раунде для нас в Кубке Карабао. И здесь все практически так же. Только мы в том матче вроде во втором только начали сравнивать. А здесь уже трешку сразу же забили. Это все сейчас показатель того, что у нас очень ужасно играет оборона. Ну а нападение ничуть не лучше. Потому что вот такие голы вряд ли залетят потом в ворота Ливерпуля, Манчестера. В чем обоих. Так, а это у нас штрафной. Да, замечательный момент сейчас для... Ну тут Мельников, у него точь штрафных выше. Мне кажется, он забьет. Да, забьет. Это надо забивать, мне кажется. И гол Мельникова со штрафного. Первый вроде штрафной в его карьере, которую он забил. Отлично. 4-1. Мы обыгрываем Кембридж. И все, друзья. С счетом 4-1 мы проходим Кембридж. Следующий раунд мы проходим. И вот опять вот эта игра. Обороны очень ужасная. Ну, Скворцов 9-4. Оценка. Быстренько сейчас ответим на все вопросы. Так, изменение в расписании нам, скорее всего, это из-за матча Кубка Карабао. То, что мы дальше прошли. Сейчас глянем на нашего возможного следующего соперника. И это Сток Сити, я так понимаю, да? И, кстати, я-то уже увидел. Сейчас вам начну показывать. Вы тоже, скорее всего, уже это увидели. Наших будущих соперников по Лиге Чемпионов. Это просто жесть. Это просто реально жесть. Барселона, Челси, ЦСКА, АЕК, Байер, Баварий, извиняюсь, Интер, Брюгге, Шахтер. ПСЖ, Престон, Порто и Локомотив. Здесь, на самом деле, мы можем выходить вместе с ПСЖ, если вынесем Порто, с которым мы уже играли, и Локомотив. Вот. Мне кажется, это будет интересно. Тоттенхем, Монако, ПСВ, Копенгаген. Сити, Байер, Сивили, Спартак. Ювентус, Баруси, Аяк, Зальцбург. Атлетик, Мадрид, Наполь, Шальки, Винамо, Киев, Реал, Леон, Лацио, Галатасарай. Супер просто. А не группа. На самом деле, пассажири, это прям жесть. Сибалис, пассажири перешел. Полина Сироткина ушла в Баруси, Дортмунд, в аренду. Все так же предложение приходит по Кривохарченко. И игроки отправляются в сборный. Головин, Миранчук, Джеки, Зобнин, Хорев, Владимир Мишин, Матвей Мишин, Буренков, Ромакер. Отправляются в сборную России. Эвертон борется за Кривохарченко. Мы отклоняем. И Полина ушла в аренду. Так, сейчас это у нас последний матч на выпуск. И подведем итоги выпуска. Итоги трансферного окна. Вот. Ну и, естественно, играем мы первым. Сосанск, кстати, нет, не Вяткин будет у нас играть. Надо вернуть уже Зобнина. Против Манчестера мы очень хорошо тоже играли в прошлом сезоне. Выносили их в двух матчах. Сейчас у нас в трех матчах пять очков. Кстати, если мы выигрываем сегодня Манчестер, то мы выше Тоттенхэма. Потому что у них за четыре матча семь очков. Ну, играем мы все-таки на Олд Трафарде. Вот такая вот у нас расстановка. Ребят, давайте все-таки... Я считаю, это нужно сделать. Потому что почему бы и нет. Будем относиться ко всем равноправно. Теперь в первом составе будет играть у нас Дэла Фео вместо меня. А я попаду во второй состав, потому что, мне кажется, так будет правильней. Почему бы и нет. Вот. Так что, вот такой теперь у нас состав первый. С двумя легионерами на флангах. Фрейзер, кстати, тут выступает за Манчестер. Ну что ж, поехали. Итак, стадион Олд Трафарде. Мы в городе Манчестере. Игра у нас сейчас интереснейшая против Манчестера Юнайтеда. В прошлом сезоне мы здесь их выигрывали. Даже со счетом 2-0, если я не ошибаюсь. Но, кстати, Карим Бенземан мы видим его в составе. Красных Дьяволов. Поехали. Козлов. Зобнин. Неплохо. А это пенальти. Отлично. Роман Зобнин зарабатывает пенальти. Ой, как же отлично у нас прям все идет. Так, Делефе у нас лучше. Ой, а куда Дехе делся? Майгнон на воротах. Это игрок Лиля вроде. И забивает. Вы просто посмотрите, какой это классный гол сейчас прямо от каркаса и залетел. Причем даже не в это, наверное, не в девятку именно залетел. А от штанги он отлетел. Так что, ну, классный гол на самом деле. Такие у меня давно или вообще даже не залетали. Чтобы прямо от каркаса в девятку и от штанги внутрь ворот залетали. Вот это классно прямо сейчас получилось. Выходим вперед уже на четвертой минуте. Я говорю вам, мы очень быстро всегда выходим. Мы в двух последних матчах. Мы проигрывали, получается, Ангемптону и Тоттенхэмону. Мы их потом обыгрывали все-таки. Здесь мы характер свой показывали. Ну, вот с Ливерпулем мы тоже вначале забили, но потом все-таки все равно пропустили. И забивает все-таки Дели Али. Нам забивает с этого гребаного углового. Опасно, конечно, было, но сразу же сравнивают они практически. Буренков, что ты сейчас творишь? Я вообще просто убрал, чтобы он в одну сторону прокатил мяч. Ну, это снова пенальти и снова назобнинили. Это все удаляй ты уже его. Так. Сейчас будет бить Делла Фео. Ой, я не знаю, давайте вправо попробуем теперь девятку. Отлично! Делла Фео дубль с пенальти. Именно прям два пенальти мы заработали на фоле Зобнина. Сейчас прям развели. Я думал, влево снова шлепнуть. Но тут видите, как он. Я решил по разным теперь углам все-таки ударить. Отлично, Зобнин. Вообще классный действительно игрок. Зобнин неплохо. И хорошая передача сейчас на Рамакера прошла. Головин. И забивает еще и Головин. 3-1 мы выиграем сейчас на выезде. Отлично! Вот наконец-то гол у нас не со стандарта. Залетает Головин. Отлично! Отлично! Причем из контратаки же это забили. Мы двумя пасами. Там Зобнин отдал на Рамакера. Тот уже на самого Головина. Уверенная победа Пресса над Манчестером и Натадом. 3-1. Замечательная. Игра, конечно, была дубль. Дела Фео с пенальти. Вообще шикарный. Это после того, как я себя заменил на него. Но Зобнин лучший игрок. 8-9. Не оценка. 2 пенальти все-таки заработал. На нем фалили. И предголевой пас на третий гол в матче отдал именно Зобнин. Быстренько сейчас Дела Фео так, да, сыграл прекрасно. Он всегда готов к худшему. Для них это действительно несправедливый результат. 2-1, мне кажется, было бы достаточно, но Головин по-другому думает. Хотел сказать, что в прессе... Так. Я дам тебе шанс. Скажу про себя. Ну, там, да, вот это говорили, что Дела Фео сместит сейчас меня. Так, кого у нас забрали? У нас забрали Полину. Поэтому теперь мы смотрим. 77 здесь. А давайте вот это Новикова будем качать теперь. Раз место в обороне у нас освободилось. Именно для тренировки покачаем. Ексова пока что вообще никто не хочет забирать. Хотя уже 66-й рейтинг. Так. Пока что неплохо. Погнали. Погнали. Так. Что здесь за сообщение? Шмелькова хотят купить в Риал Бетис. У них теперь денег-то там много. Они продали Лучельсу. Вицель из Баруси уходит в Лейпциг. У нас в Лейпциге играет Масаковский, а в Баруси пришла Полина играть. Вот. Приходит нам одно сообщение. Довбню хотят купить в Челси за 96. Вы посмотрите. 96 миллионов 700 тысяч. Самый дорогой игрок, за который нам столько давали денег. Лусова, кстати, Брэндфорд покупает. Так что еще один российский футболист в премьер-лиге. Правда, не у нас. Может быть, стоит перекупить. Но это левый защитник вроде Лусов. Так, ну все. Никаких больше мы предложений не получим, потому что сейчас до конца остается. И где там мы... Вот. Потратили мы 87 миллионов. Получили 40 за Дзюбу, Дивеева и Жамаледдинова. Все. То есть, примерно в 47 миллионов 600 тысяч у нас как бы убыль, а не прибыль. Все. Заканчиваем мы на сегодняшний выпуск. Так, всем еще по 15. Ну вот, Новикову 17, но мы его начинаем качать. Так что скоро мы его добавим в команду. Подводим мы сейчас итоги и заканчиваем на этом сегодняшний у нас выпуск. Задача у меня на чемпионат, наверное, все-таки выиграть. От руководства остаться в середине таблицы. Ну, сейчас шестая строчка у нас неплохо. Но вот Сити 4 матча из 4 выигрывает. Здесь мы выиграли Тоттенхэм в суперкубке по пенальти. Первый раунд кубка Англии, понятно. Здесь мы играем против Сток Сити в третьем туре кубка Карабао. Здесь мы выиграли претензионный турнир. Здесь мы выиграли Барселону в суперкубке Уэфа. Группу вы нашу уже увидели. Пассажир Престон, Порто, Локомотив, все понятно. Лигу Европы мы не будем даже смотреть. Все на этом. Лучший бомбардир у нас это Делло Фео. Три мяча, в примере, Легион забил. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok